Союз для спасения жизни и здоровья. Наш следующий материал о важном и незаменимом медицинском подразделении Ненецкой окружной больницы – отделении санитарной авиации. Накануне врачи в тандеме с экипажем Нарьянмарского объединенного авиаотряда выполнили очередной успешный санрейс «Воленевоческое стойбище». Репортаж Алины Волучейской. И еще раз убедившись в том, что все необходимое на месте, бригада санитарной авиации отправляется в район Хасырея. Там в «Воленевоческом стойбище» медиков ждет беременная женщина. Несмотря на непогоду, вертолет с врачами вылетает из воздушной гавани окружной столицы. Восемь месяцев зима, вот видите, на улице снег, и с утра была метель, и они не отказались, и погоду дали, и вот летим. Не все организации там могут летать и выполнять такие задания. У нас на севере свою особенность. Бывает, что с иллюминатора смотришь, где небо, где земля, бывает, что путаешь. Наши пилоты в этом плане, они асы, я скажу. Мимо проплывают заснеженные просторы заполярной тундры. От Нарьянмара до Хасырея порядка 300 километров. Спустя два часа в полете винтокрылая машина приземляется у одной из стоянок семейно-родовой общины Ямпто. Медицинская бригада спешит в чум осматривать пациентку. Будущая мама на последних неделях беременности. Со дня на день могут начаться роды, поэтому жители оленевоческого стойбища решили обратиться к медикам. Здесь, хоть и предпочитают на протяжении беременности находиться в тундре, рожать отправляются в столицу Заполярья. У меня всегда до родов была в чуме. Первого я даже родила в чуме. Да? Да. Здорово. А второго тоже в Нарьянмаре родила через два дня. Ага. А вообще вызываете по каким еще случаям? Ну, когда дети болеют, тогда вызываем. И когда, ну, когда или сами болеем. Ну, а часто такое бывает, что к вам прилетает вертолет? Да, часто бывает. Ну, какие обычно вот заболевания или что случается? Зачем вызываете вертолет? Заболевания редкие такие бывают. Ну, не постоянно, конечно. Ну, редкие такие заболевания бывают. Очень тяжелые которые. Состояние роженицы во время полета отслеживают ежеминутно. Проверяют насыщенность крови кислородом, температуру, давление и даже базовые анализы берут прямо в вертолете. Впрочем, Евдокия, так зовут будущую маму, чувствует себя прекрасно. В ярком платье с улыбкой на лице тундровая красавица спокойно ждет, когда вертолет доставит ее в Нарьянмар. Вывезли заранее, потому что бывает плохая связь, если начинаются роды, то мы можем не успеть просто. Поэтому вылетели сегодня такой плановый. Вылет у нас был. Ну, а так мы вылетаем везде, по округу, в деревни, в населенные пункты, на месторождения, на суда. Вот, вылеты бывают всякие. Но в основном летаем на экстренные. Плановые и экстренные вылеты, эвакуация больных с морских судов, пациенты на месторождениях, в отдаленных поселениях Заполярье и оленеводческих стойбищах. Район полетов для бригад санитарной авиации довольно обширный. Площадь Ненецкого округа более 177 квадратных километров. Причем погода меняется буквально каждый час. Метели, белизна, низкая облачность, минусовые температуры. Мы в этих стойках работаем, живем уже не первый год, мы знаем все тонкости. И даже если минимумы, например, погодные не позволяют выполнить, то всегда есть пункт 1.4 ФАПа, который позволяет в цели спасения жизни людей вылетать с небольшими, так сказать, отклонениями. В таком тандеме бригады отделения санитарной авиации и пилоты Нарьинмарского объединенного авиаотряда работают не один десяток лет. На дежурстве в воздушной гавани окружной столицы круглые сутки находятся три вертолета и несколько экипажей на случай, если одновременно потребуется помощь в разных уголках Ненецкого округа. Только за январь 2021 года за полярными авиаторами и медиками было выполнено 22 вылета. Алина Ваучейская, Леонид Шишлов, Телеканал «Север».